Здравствуйте, с вами Снур Мистер Снэйк, продолжаем проходить Dark Souls. Ну и все-таки решил я продолжить прохождение Рощи Охотника, так что направляемся туда, пожалуй. Ну что ж, пора, наверное, завести немножко сюжета. Давайте разберем первую заставку этой игры и вообще попытаемся связать сюжет первой и второй части. Хотя я уже об этом напоминал, если вы, конечно, смотрели. Прохождение первого Dark Souls. Я там уже сразу сказал, а еще не знаю сюжета второй и третьей части, о том, что каноничной будет являться та концовка, где мы выжигаем пламя. По второй части нельзя сказать, что это вообще какая-то каноничная концовка, потому что вторая часть нам вообще каких-то ответов не дает насчет того, выжигал ли кто-то пламя или нет. Нет, в одном айтеме есть описание, конкретно мы его в этой части найдем. Это очищенный костяной прах. Там говорится о том, что это останки Великого Святого, который когда-то возжег первое пламя. Ну, вроде так, с моих слов. Но там же есть еще и приписка, что это было так давно, что никто уже не помнит. То есть, какое-то вот такое расплывчатое понятие о том, что мы сделали в первой части. Я же все-таки считаю, что цикл продолжался бы только если каждый раз пламя бы выжигалось. Поэтому есть некоторые подтверждения в игре и во второй части в том числе. Вот. Так что, даже если в первой части мертвец выбрал бы темную концовку, то был бы еще один мертвец, который бы возжег пламя. В описании очищенного костяного праха написано, что пламя связано с проклятием. И чем сильнее пламя, тем сильнее проклятие. Если это не ошибка перевода, и, по-моему, даже уже тогда с японского. Ну, потому что просто мы знаем из игры о том, что когда пламя начинает угасать, появляется вроде как проклятие. Но если все-таки это не ошибка, то все может перевернуться резко. И можно предположить, что цикл закончится тогда, когда пламя перестанет возжигаться. Ну, собственно, там не просто эра людей начнется, а вот эта вот вся хрень, которая происходит в этом мире, она просто раз и на себя уже закончится. И не обязательно все останутся полыми. А может быть, все превратятся в обычных людей. Хотя, мне кажется, все равно нужно сделать что-то избранному. Скорее всего, даже умереть для того, чтобы просто высвободить души. Просто как это работает, ну, как сам цикл работает, избранный поджигает себя, освобождает великие души. Они находят других, собственно, хранителей. Мы это увидим, кстати, в этой игре. То есть мы снова будем убивать четыре великих. Но это, наверное, не сильный спойлер. Потому что скоро мы уже повстречаем одного из них. И остальные души, которые также избранный использовал. То есть все равно же души используются для прокачки. Они как бы не совсем теряются. Они в какой-то мере в нем остаются, можно так сказать. То есть когда он умирает, он это все высвобождает. И, по идее, даже малые души находят свои хранители. Ну, то есть полых. И полы снова превращаются в людей. А проклятие вообще может начать появляться только когда люди начинают терять свои души. Ну, то есть умирая, они теряют свои души. А вот пламя не дает им умереть до конца. Ну, допустим. Хотя это, конечно, не точно. Совсем не точно. И эта теория, кстати, еще один момент объясняет. Дело в том, что в этой части искали, откуда, собственно, появилось это проклятие. И, по сути, тогда они искали не там. Поэтому ничего и не нашли. Вот. Но, как бы там ни было. Теперь давайте перейдем, собственно, к заставке. Я только вот здесь вот упомяну один момент. Дело в том, что там айтем лежит. И туда нужно перекрыть. Это можно сделать вот примерно отсюда, где сообщение. Есть. Но это довольно сложный прыжок. Гораздо проще разогнаться по прямой. Там нужно искать угол. Здесь угол не надо искать. Мы просто прыгаем и жмем атаку, чтобы приземлиться ровно на предмет. А теперь к заставке. Ну, я думаю, не очень она была понятна. Особенно там, если в первый раз ее смотреть. Тут, наверное, ну, теорий две-три, может быть, про нее. В общем, я склоняюсь к тому, что старушки, хранительницы огня, выдернули нас из другого мира. А скорее, из другого времени даже. Потому что там в конце мы падаем в какой-то водоворот. Это очень было похоже на то, как мы проходили в портал в прошлое, в первой части. Ну, и это очень логично звучит на самом деле. То есть, в нашем времени еще проклятия нет. Но дело в том, что в этом времени нет избранного. То есть, нас выдернули из другого времени, чтобы мы стали этим избранным. Потому что здесь уже некому остановиться им. И они в будущем говорят времени о том, что мы потеряем все, но души излечат наш больной разум. Возможно, мы начали сходить с ума. Возможно, мы начали становиться полом. Дело в том, что нам показывают женщину с ребенком. Очевидно, что это, ну, скорее всего, там жена и ребенок главного героя. Это, в принципе, не так уж важно. Важно то, что он их стал даже забывать. Еще хранительница упоминает о том, что давным-давно был построен Дрангвик. Возможно, мы о нем ослышали, хотя откуда. И действительно, если мы находимся уже далеко в будущем, то Дрангвик разрушен. И вряд ли вообще о нем хоть какие-то упоминания могли дойти до нас. Ну, так как из прошлого в этой игре никого не дергают. То есть, все приходят из будущего. То, скорее всего, наш герой тоже из будущего. По сути, нашему герою уже нечего терять. Ну, и, возможно, это даже его выбор. Поскольку это вообще, ну, вот, финальные слова. Потому что это твоя судьба. Судьба нежити, типа. Ну, и в конечном итоге мы оказываемся в локации, которая называется Междумирье. Ну, если бы она еще и называлась Межевременье какое-нибудь, то было бы совсем логично. Так, ну, не знаю. Это, типа, не ломает мою теорию. Другие теории, которые я слышал, они, вот, как-то не совсем. Согласовываются с тем, что происходило в заставке. Поэтому я, пожалуй, даже их озвучивать не буду. Наверняка вы их слышали. Возвращаясь к прохождению. Если вы в Source не играли, то, наверное, немного удивлены, что здесь находится Большой Василиск. Вместо привычного врага. Не знаю, зачем они его сюда поместили. В принципе, бой стал еще проще. С тем чуваком хоть надо было крутиться вокруг сундука. А здесь просто пробежал и стоишь и распинываешь без шансов этого врага. Здесь лежит одно из самых лучших оружий этой игре. Это Рикардова Рапира. С ней спидранеры, конечно, не играют. Они играют с обычной Рапирой. Ну, просто потому, что сюда долго за ней бежать. Ну, а так, если вы не делаете спидран, то Рикардова Рапира, по-моему, помощнее, чем обычная. Ну, и плюс у нее есть тот же самый знаменитый мувсет, который сохранился еще с первой части на сильную атаку. Вот этот, да. Ну, по-моему, его как-то подлиннее можно сделать. Может, для этого что-то специально надо прожимать или из одной руки. Ну, короче, вы поняли, о чем я. Все равно им обычно не пользуешься в прохождении, так что ладно. Там я еще не подобрал один айтем, ну, просто потому, что перепрыгнул через него. Ничего интересного нет. По-моему, там мох обычно лежит, если я правильно помню. Поэтому я даже за ним возвращаться не буду. О, кажется, там один враг поджидал нас с ловушки, но он не успел вылезти. Это не шорткат, потому что сюда вы вряд ли попадете вообще. Вот эта стенка, она с другой стороны не открывается, насколько я помню. Так что это просто способ вернуться назад. Ну, и если вы вдруг захотите, этот василиск вроде перерождается, то можно попробовать его убить еще раз. Но уже зайти более безопасно, потому что там двойной лифт. Оу, вот это было неожиданно, откуда этот парень взялся. Похоже, сверху упал, хотя я же вроде не сидел около костра. Возможно, он сидел в углу, и я недостаточно хорошо еще, собственно, знаю. Ну, не важно. Вообще, здесь враги достаточно простые, я думаю, даже о них упоминать не стоит. Какие-то зомбаки, бандюки, в общем, ничего интересного здесь мы пока не увидим. Пока есть время, можно поговорить о ремастерде на первый Dark Souls. Ну, собственно, я его уже прошел. Что можно сказать? Тот же самый первый Dark Souls, просто с нормальным управлением на клавиатуре. Ну, плюс там мультиплеер нормальный тоже завезли, как и в остальных частях. Теперь, по крайней мере, можно играть в любую из трех частей с одинаковым управлением на клаве. Ну, для тех, у кого джойстик, тем, наверное, все равно было. Так что, если вы клавиатурный игрок, то это не просто DS-Fix за 500 рублей. Это все-таки действительно более удобная и качественная игра получается. Может быть, конечно, 5 сотен она для вас и не будет стоить, особенно если вы в мультиплеер не играете. Но если играете, то лучше купить. Потому что сейчас там очень много людей находится, и вы и по PvP-шиться сможете, и вместе с кем-то поиграть. Там постоянно призывают сейчас, ну и вторгаются тоже постоянно. Так что, если еще не взяли и думаете, то из-за мультиплеера точно стоит купить. Скидон, в принципе, достаточно неплохой. Но за косой, конечно, я бы не стал себе брать точно такую же игру. Хотя, возможно, бы все равно Луну взял. О, фига себе, что он взял. Потому что хотелось просто поиграть в удобный Dark Souls. С какого-то момента DS-Fix вообще перестал нормально работать электролавиатурой и мыши. Ну или не знаю, может быть, мне с версиями не везло, хотя я вроде качал последнюю. Так что для меня это определенно полезное обновление в ремастериде. Ну и плюс он внешне чуть-чуть красивее стал, хотя потерял в некоторых моментах. В оригинальном Dark Souls вся броня светилась, отражения... Точнее, не отражения там были, а отражения как раз появились именно в ремастериде. Она была блестящая, в общем. В ремастериде стало, наоборот, ближе к реализму. То есть меньше блестяшек и больше отражений. Хотя их не так уж легко там заметить. Вот, поэтому можно сказать, что графика стала чуть-чуть хуже, но на самом деле это не так. Эффекты они, наоборот, улучшили. То есть если вы давно не играли в первый Dark Souls, то запустите и попробуйте там не зачаровать оружие, а именно использовать смолу какую-нибудь на нем. И вы увидите, что, например, молнии, ну они отратно выглядят. Хотя в оригинале, например, в второго Dark Souls они тоже отратно выглядят. Но в первом вот сейчас вы вообще не оцените этот эффект, а в ремастериде вроде бы его изменили и сделали достаточно неплохим. Я, к сожалению, вот молнией пользовался редко, а огонь успел заценить. Но он вроде и в оригинале ничего так бы видел. Так что, если вас интересуют какие-то геймплейные изменения, то их в ремастериде, пожалуй, и нет совсем. Это все тот же первый Dark Souls, но оно и круто. Потому что хотелось именно в него поиграть, но только нормально. Без этой тряски камеры и без того, что она постоянно пытается переключиться на другого врага. Пока ты сражаешься с группой. Я подумал, что я смогу улучшить свое копье еще раз, но там нужен титанит, которого у меня уже нет. Ну, в смысле не уже, а еще нет. Так что придется с улучшением подождать, и эти ребята будут убиваться с четырех ударов. Поэтому я просто закупил кучу стрел, потому что они все равно пригодятся. Например, здесь и ранее можно было убивать бабочек вот этих, которые сидят на деревьях. Они отравляют, и это страшно раздражает. Особенно если учитывать то, что здесь сейчас будет вторжение. Так что не хотелось бы бегать и биться отравленным. Здесь отравление не так, как в первом и третьем Дарк Соулсе, оно довольно много хп отжирает. Да, кстати, еще рекомендую отключать, то есть включать и отключать двойной щелчок мышью, если вы тоже на клаве играете. Потому что в Дарк Соулсе как-то это странно работает. По-моему, в оригинале это особенно актуально. Здесь вроде бы тоже какие-то есть с этим связанные. У вас вроде бы выключен двойной щелчок, но при этом он все равно считается включенным, пока вы эту операцию не проделаете прямо из настроек. И после этого по двойному щелчку вы уже... Эээ, что ты сделал? Ну, короче, вы будете только один раз бить, а не сильный удар наносить. Ну, или там два раза, если успеете ударить вместо сильного. Хитро, конечно, он ушел от бэкстаба, поэтому... Ладно, давайте его запарируем, если получится. Ну, нормально. Но так как здесь сложно выполнять запарирование, поэтому... Я не буду очень часто этим пользоваться, но иногда все-таки надо. Дабы геймплей немножко разнообразить. А вообще, на самом деле, вот эти ребята во втором Дарке, они очень тупые. И в ДЛЦ... Хотя, может быть, даже не все из ДЛЦ фантомы будут интересными противниками. Но если вы сражаетесь с каким-то оружием дальнего боя, вот... Не лук, я имею в виду сейчас, а что-то такое длинное, типа копья там или алебарды... То вот они очень жестко тупят, потому что... Вроде как я понял, у них заложено подойти в упор и бить. Это работает, потому что у многих из них есть достаточно польза, чтобы бить сквозь ваши удары, если у вас слабенькое оружие. Но вот в случае с длинным оружием как-то разрабы не подрасчитали. И противники выглядят очень тупыми, потому что пытаются подойти, но у них это вообще никак не получается. В итоге вы их просто без шансов затыкиваете. Ну, в общем, это негативный фактор того, что я играю с копьем. Но, если честно, ничего бы не изменилось, если бы я играл и с другим видом оружия. Поэтому пофиг как-то на них. Почему, возможно, стоило пойти не в эту локацию? Дело в том, что у нас 5 фляг, но это, наверное, не очень много для новичков. И разумнее, наверное, в прохождении было пойти в другую локу, где можно еще хотя бы одну или даже две фляги найти. Но здесь достаточно легкий босс. Один из. Тут есть второй босс. Он тоже не особо сложный. Правда, новичкам может показаться этот босс гораздо сложнее, чем большинство боссов из второго Dark Souls. Вот, и зато мы получим доступ к... Понятно. Зато мы получим доступ к одному из торговцев пораньше. И плюс ко всему, но это реально несложная локация, которую можно пробежать и заловолапаться. Все-таки та локация, где мы бы смогли найти еще одну фляжку, она гораздо сложнее. А вот что это за парень? Я что-то не помню. Таких бешеных зомби. Он даже не атакует. Он просто бегает с стороны в сторону. Как бешеный. Если это не глюк, но это очень забавно, конечно, выглядит. Он, по-моему, с самого начала этой локи уже вот так вот бегал. Смотрит свет жизни. Но вряд ли это какой-то уникальный противник. Хотя, кто знает. Зато в роще охотника мы сможем найти тоже полезное улучшение. Это очищенный костяной прах. В итоге, ну что эта штука дает вам? Она увеличивает силу фляг хестуса. То есть они станут лечить намного лучше. Так как я обычно в начале хп не качаю особо, то мне это улучшение не сильно много дает. Но обычно играют так, что качают хп прежде всего. А потом какие-то основные статы. То есть хп и выносливость чаще всего качают в приоритете. Поэтому это улучшение, возможно, даже полезнее будет, чем еще одна фляга, которая нифига не лечит. Кажется, вот в этом сундуке находится этот очищенный прах. Да, здесь его нужно использовать только в маджуле. Только на этом костре его можно сжечь, чтобы он дал какой-то эффект. У нас лекарства костров, по-моему, нельзя его сжечь, что там будет предупреждение. Также здесь первая сорсерия. Так, а я вот, кстати, не помню, мы находили какой-то сорсерий, когда нашли самый обычный посох в этой игре. Кажется, да, это что-то было такое. Тем более, что копье души это вроде более мощный вариант, насколько я помню. Но если это не дубликат, то, по идее, это вторая сорсерия, которую мы уже находим. Хитрая собака, которая сагрессирует, когда вы начнете опускать этот мост. Как вы видите, он поднят, но это все равно выглядит довольно странно. Зачем его вообще поднимать? Кому-то было. И переключатель находится буквально в двух метрах от него, причем даже никакой хитрости нет, чтобы в него запрыгнуть. Здесь есть засада. Когда вы повернете рычаг, то тот парень спрыгнет вниз. Но это не выглядит очень опасным. Он в оригинале прыгал. Просто вот, например, здесь, в предыдущей такой лачушке, изменили то, что стоял рыцарь. То есть в ванире его не было. Они их разместили в некоторых таких важных точках, судя по всему. Они, кстати, даже не респаунятся. Зачем? Я не очень понимаю. Видимо, хотели как-то разнообразить, может, врагов этой локации. Ну почему костер за дверью, которая закрыта? Как же это бесит. На самом деле, здесь тоже достаточно близко находится ключ от этой двери. Но это сюжетная тема. То есть вы сейчас поймете, почему этот костер закрыт. Он закрыт не просто потому, что захотелось. Хотя, возможно, просто потому, что захотелось, но потом добавили сюжета. В ваниле, кстати, чуть дальше была непобедимая ящерица, которую реально трудно было убить. Делались даже специальные гайды, как ее замочить. Сейчас то ли ее нет, то ли ее куда-то переместили. По-моему, переместили, потому что я смотрел описание всех врагов в этой локации. И надо будет ее поискать в следующей части, потому что с нее дропается как раз нужный мне титанит для улучшения копья до плюс 7. Поэтому хотелось бы ее убить. Ну вот еще одно вторжение. Этот враг также выглядит абсолютно беспомощным. Насколько я помню, ничего интересного вообще нет в бою с ним, поэтому я его просто затыкал. И раньше он появлялся в действительно таком опасном месте, когда мог вас скинуть, или вы могли просто отступая, неожиданно упасть. А теперь бой с ним слишком облегчили. То есть он появляется в таком месте, где вы можете спокойно с ним подраться. Раньше приходилось убегать далеко-далеко назад. Вот, при этом вам нужно было чистить эту локу полностью, а иначе вас бы вообще зажали бы с двух сторон. Кто ты? Я думал, что это бастер за момент. Ты меня свободен. Теперь я могу найти его. Этот шикарный он не знает, что его съедет. Я Крайтон из Миро. Я путешествовал Миро. Я не могу верить, что я был так динс. Я думаю, что это старт, что вы пришли. Вы пришли. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пейта мы уже встречали и изначально он показался таким добрым парнем Но теперь совершенно другой персонаж нам рассказывает о том, что он не такой простой, как кажется Кстати, после того, как мы открываем дверь, он сразу отсюда исчезает и мы несколько раз встретим Крайтона и несколько раз встретим Пейта И это, наверное, единственные квесты, которые я смогу пройти из NPC-шных Потому что они не требуют призыва этих ребят на боссов Так, ну и я хотел прокачаться, но не понял, что я, собственно, хочу прокачать Потому что у меня есть учености достаточно на одну ячейку Скорее всего, надо инту будет немного поднять Ну или уже качать там ловкость или хп уже начинать качать со стойкостью В общем, посмотрим Пока что, до новых встреч, удачи и, надеюсь, еще увидимся Субтитры сделал DimaTorzok